Вот мы выступали в школе 648, там детям было очень интересно узнать это, но даже учителя им сказали, ведь 13 лет. Им это еще рано знать, 13 лет детям. Представляете, а когда же будет? Уже будет поздно потом, да? Что такое телегония? Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь из вас знает здесь вещь? Или слышали хотя бы? Так, никто не слышал. Но это обычная ситуация, когда мы рассказываем обычно лекции, обычно практически никто из молодых людей, девушек, не знают об этом времени. Но это первое, что вы должны знать перед тем, как вы вступаете во взрослую жизнь. В линейной телегонии открыли генетики в 19 веке. И в переводе это означает «теле вдали гония, половые железы, гормоны». Готовьте, что сейчас будет. Это означает, что решающее значение на потомство женщины оказывает первый в ее жизни половой партнер. Тот, кто решает ее близкости. То есть первым мужчиной является генным, отцом всех ее будущих детей. Именно первый мужчина закладывает генофонд. Послушайте, я вам расскажу сейчас дальше. Генофонд потомства. В принципе, ваше упражнение лица видно, что происходило в жизни. Так вот, именно первое, где закладывают генофонд, потомство. То образ духа и крови, как выражались наши предки с вами. Также, я не закончила, да? Все остальные мужчины, если же они имеют, да, в женщине, ну, как бы, женщины имеют, идет такое беспорядочное урожение, какой нам навязывается сейчас. Они, каждая, оставляют отпечатки полностью себя, на этой женщине. Вплоть до генетических, психических заболеваний. Полностью себя. Машу вопрос. Сейчас я расскажу вопрос, и, может, я только скажу все, полноценную картину. И представьте теперь, ребеночка маленького, которого вдруг решила женщину завести, которая долго гуляла. Понимаете, да? Смена партнеров и так далее. Получается, лет ребеночек, да, из которого она ждет, наложить все образы тех мужчин, которых она проводила время. Получается, кто у нас? То есть, ребенок, получается, похож на всех этих партнеров, а каждого понемногу. Отсюда болезни, отсюда низкий уровень развития и многое другое. Отсюда и бесплодие, кстати. Еще после такого образа жизни очень сложно начать, потому что происходит затрачивание огромного потенциала, жизненные силы. Что касается мужчин, то так же и мужчины собирают на себе эти отпечатки, женщины. И потом это все проявляется на их потомстве. А мы задаем с вопросом, почему сейчас такие дети рождаются? Да? Вот задумайтесь, женщины, которые ведут такой образ жизни. Вот поэтому и рождаются. Сейчас почему даже такие болезни, которые врачи не могут излечить, да, появляются? Как раз-таки эта причина является одной из главных. Дальше. Я также хочу сказать про средства безопасности, средства защиты, да? Они не влияют. Телегония происходит на уровне энергетическом. Вот ты хотела бы это вопрос, правда? Да. Я так не поняла. Так что вот, на уровне энергетическом. Как это происходит? Давайте сейчас обратимся. Как открыли это объединение и почему оно не придается огласке сейчас в нашем мире? А это самое главное, что за школу нам должны рассказывать. То есть, когда явление Телегонии было открыто, она сразу не придавала огласки. Почему? Ну зачем? Почему это? Моя сила именно она не так же. А это не нужно знать каждому? Мне кажется, что это в высоком уровне у нее. Это реально классно? Нет, это, к сожалению, не только на духовном. Она проявляется в первую очередь на физическом теле, да? Так, как бы, если у первой женщины был негр, то потом летит. Будет негритят. Есть и куча фактов. А если теперь ребенок, как бы он не ранил, то у меня не есть. Может проявиться это явление через потомство. Такие случаи очень много. На самом деле фактов моря. Это не секрет уже ученые. Почему? Я сейчас объясню, ребят. У меня сейчас не было ничего. Не берем на меня дела? Нет. Ладно. Дальше смотрите, почему не придавали огласки. Потому что это было невыгодно тем, кто проводил суксуальные революции. У кого была задача. Как раз таки. Сделать из нас управляемые массы, которые постепенно должны были вырождаться. Пусть вы хотите, верьте, хотите, нет. Но постепенно и происходит вырождение, да? По официальным источникам. Почему дети больные? Почему многие бесплодные? В США активно навязывают там социальную революцию. Там уже люди не могут уйти, и большинство. Так же у нас сейчас пытаются это навязать. Вот сейчас у нас молодежь, да? Что модно? У девушек такая тема интересная. Законодатели моды. Мустеры. Самая сексуальная звезда. Ну, к примеру, да? Самая сексуальная звезда. Десятка самых сексуальных звезд. Или там, самая сексуальная девочка класса. Чем-то такое. Ну, вот такое даже происходит. Понимаете, да? А что за этим стоит? Что за этим стоит? В первую очередь, потеря стыда. Вот что за этим стоит. Потеря стыда. А что за этим дальше? Потеря совести. Если нет совести, то безнравственность. Безнравственность, деградация. Деградация смерти. Все очень просто. Но есть выход. Выйти из этого положения. На самом деле, да, есть возможность. Вовремя опомниться. Это не магическая цепочка. Констатация папка, к сожалению. Дальше. Также сейчас активно навязывается девушкам. Это в моде. Джеймс в заниженной талии. Крытые руки. Там, да, курточки коротенькие. А зиму мы когда-то, да, на север. Все они пройдут. Тоже зимы холодные. Как это происходит? Постепенно то, что молодые девушки в много случаев не могут иметь детей. Потому что застудили детородные органы. Красуясь своими красивыми животиками. Понимаете, да? Наигрались, скажем. Но на самом деле таки происходит. Очень много случаев. Многие дети, многие женщины сейчас имеют проблемы, да, в этом плане. Из-за моды. Жертвы какими-то ради своей красоты. Также многие женщины сейчас, я не говорю про вас конкретно, выставляют на показ свои достояния. Да? Да. Понимаете, да? На показ. Мини-юбки там, очень там, ну, открытые декабли и так далее. Но опять же. Опять же, все, что-то на том, раньше древние никогда так не делали, да? Может, даже не присутствуются к предкам. Нет, это неправда. Это как раз таки происходит, одна еще тема фальсификации прошлого, древнего. Для чего происходит? Чтобы мы ориентирулись на эту фальсификацию, делали так же. Древние никогда это не делали. Даже когда приходили жениться, спрашивали, я занимаюсь народнотворцем, да? Моя специальность такая, я дирижера народного хора. Вот. Они спрашивали, а читали ваша девка в первую очередь? Да.